Всем добрый вечер, с вами Никита Петров и сегодня в девятом выпуске рубрики современная классика мы рассмотрим партию, которая была сыграна в 2015 году в кубке Сингфилда между Уэсли Со, который руководил белыми фигурами, и Ливоном Роняном, который играл черными. Я сразу говорю, что на мой взгляд эта партия очень серьезно недооценена, мне кажется, что это один из шедевров шахмат не только 21 века, а вообще одна из возможно лучших партий, которая была сыграна за всю историю, но отчасти то, насколько глубокие решения принимались в этой партии одним из шахматистов, можно понять только если эту партию серьезно проанализировать, что в принципе я и сделал для этой рубрики, и сейчас я поделюсь с вами своими выводами, ну и конечно покажу, как собственно развивалась партия. Напоминаю, что бой слегал белыми и была разыграна защита Немцовича, причем в принципе последние несколько, на самом деле уже достаточно много лет белые испытывают достаточно серьезные затруднения с тем, чтобы получить перевес против защиты Немцовича, по этой причине последние годы более популярен третий ход Кони в 3, который ее не допускает, но вот в этой партии Уэстер решил как раз таки побороться на территории защиты Немцовича и сыграл так называемый вариант Земеша с четвертым ходом Ф3. Это одна из немногих возможностей для белых получить более острую, более живую борьбу против защиты Немцовича и в то же время хотя бы в какой-то степени претендовать на получение дебютного перевеса. Потому что, конечно же, есть и другие острые варианты, в частности четвертый ход А3, но объективно, с структурной точки зрения, они совсем не солидные. Если белым не удается провести успешную атаку, то очень часто они оказываются в стратегически очень тяжелой ситуации. Ход Ф3 в принципе не сжигает мостов, но в то же время в сравнении с вариантом Брубинштейна с четвертым ходом Е3 или с популярным вариантом Ф2, все-таки ход Ф3, он ставит перед черным более конкретные проблемы, которые нужно решать незамедлительно. Ну и долгие годы ответ на ход Ф3, самым популярным ответом, конечно, оставался ход Д5. На самом деле наиболее логичный ход, потому что очевидно, что белые хотят захватить центр путем Е2-Е4, и вот путем Д5 черные могут этому напрямую воспрепятствовать. Тем не менее, последние годы этот ход в некоторой степени ушел в тень. На самом деле, мне кажется, что по вполне разумным причинам. Дело в том, что после Д5 белые могут сыграть А3, это главная линия. Ну и здесь, конечно, были эксперименты с ходом слон Е7. Ход вполне возможен. Так играл Магнус Карлсон в печально, на самом деле, известной партии против Хикаро Накамура. Именно в той партии Хикаро получил колоссальный перерез белым цветом позицию, которая была выиграна практически как угодно, но в итоге мудрился ее проиграть. Тем самым доведя счет в своем очном противостоянии с Магнусом до совсем уж неприличного. Ну, конечно же, слон Е7 здесь не главное возражение. Чаще играет слон С3. Ну и вот после слона С3 БЦ, С5, СД. Вот такая интересная ситуация, потому что, казалось бы, явно самая логичная взятие на Д5, это взятие пешкой. Но тогда после Е3, Е3, 2-0, слон Д3, получается одна из классических структур, которые вообще есть в шахматах. Она известна много лет. Пожалуй, наиболее яркий образчик это партия Ботвинника Папланка, которая была сыграна в 1938 году. Ну и вот на первый взгляд все подобные позиции, они кажутся совершенно безопасными для черных. Потому что у них все фигуры развиты на хорошие позиции. Явно и конь на С6 расположены хорошо. Нет ни одной пешечной слабости, а вот белый слон на С1. Во-первых, заперт за пешечной цепью. Во-вторых, пешки Е3, С3, А3, они не производят такого уж угрожающего, скажем так, впечатления. На самом деле, позиция для черных неприятная. Я думаю, что белые вообще могут констатировать. Объективно здесь небольшой перевес. Ну а за доской черными играть совсем тяжело. По той причине, что, например, после ЛДЕ8, конь Ж3, в какой-то момент черным приходится менять слонов, чтобы развить коня с Б8. И вот такой, казалось бы, загадочный ход слон Б2. Тем не менее, последние, опять-таки, последние много лет уже черные на эту позицию не идут. По той причине, что, да, все статические факторы в этой позиции, они явно в пользу черных. Но вот, что намного важнее, то, что белые в ближайшем будущем сыграют ЛДЕ8 на Е1 и потом Е4. Возможно, затем Е5, Ф4, Ф5 или, может быть, конь Ф5. И белые разобьют очень серьезную инициативу в центре и на королевском фланге. Черным будет крайне тяжело что-либо этому противопоставить, потому что, ну, очевидно, что структура предполагает контрагруза черных на ферзевом фланге. Но по опыту, на самом деле по опыту у многих поколений, можно осудить, что черные обычно здесь не успевают. Поэтому белых довольно-таки явный перевес. По этой причине, в случае ЦД, в 21 веке чаще стали играть комбьют Д5. Ну и здесь, после комбьют Д5, ДЦ, Ф5, Е4, КНФ6, КНЕ3, 2, 0. Это главная линия. Черные должны уравнять, но на самом деле позиция не самая для них радужная. В том плане, что мы пока, как мы можем видеть, у белых одна лишняя пешка и два слона. Понятное дело, что на Ц5 очень серьезная слабость. Скорее всего, в ближайшем будущем она будет успешно съедена, после чего восстановится материальное равновесие. У белых, в принципе, останутся слабые, слабость на Ц3, но вот два слона и, ну, определенный дискомфорт, который связан с тем, что легкие фигуры черные достаточно пассивны, это все-таки серьезные факторы. И да, черность должны уравнять, но, в принципе, игра идет на, ну, два результата. Хотя, конечно, ничья остается наиболее вероятным. Поэтому шахматисты, которые черными предпочитают все-таки бороться не только за ничью, а еще и при некоторой удаче за победу, они перестали играть черными Д5. И главным ходом, особенно на очень высоком уровне, здесь стало продолжение Ц5. Именно Ц5 Ливон в этой партии сыграл. Ну, у белых здесь выбор невелик. Ход Ф3 означает, что допустить взятие на Д4 белые никак не могут. То есть ответ Д5 вынужден. Ну и здесь последовало два нуля. Казалось бы, наиболее логичный ход, но на самом деле, на высочайшем уровне более популярен здесь вариант Д5. Который приводит к очень острой игре. Я приведу только главную линию. И, собственно, уже по ней можно будет понять, что, в принципе, и черные и белые здесь сталкиваются с самой ранней стадии партии с довольно трудными задачами. И, конечно, если играть этот вариант за оба цвета, нужно быть очень хорошо теоретически подготовленным. После два нуля белые здесь могут воспользоваться тем, что у черных нет пешки на Д6. Захватить еще больше пространства в центре. То есть, если сейчас белым дать буквально два хода. Кунь Ф3, например, слон Д3. Полиция черных будет просто безнадежно стратегически. Без каких-либо шансов. Поэтому черные должны немедленно подрывать центр. После ЕДЦД играть Д6. С другой стороны, после Д6 кажется, что центр белых крошится. И пешки на Д5 и Е5 им не удержать. На самом деле, конечно, теория здесь только начинается. После Кунь Ф3, Кунь Ц7, А4. Опять-таки, анализы показали, что самым сильным за черных возражением является слон Б7. И слон Д3 просто Ж6. Не допуская жертвы на Аш7. После чего белые вот таким вот челночным. Точнее, совсем челночным. Но в два приема черных забирают на Б5. Сначала слон Д3, потом слон Б5. И после ДЕ, 2-0, Кунь Д5, получается... Опять-таки, позиция, которая встречалась много раз, в частности, в партиях по переписке. Она, кажется, совершенно безопасной для черных. Но на самом деле, при неаккуратной игре со стороны соперника, белые здесь все-таки могут поставить некоторые проблемы. И вот уже сейчас, чертам, нужно найти точный ход. Это ход А6. И здесь, ну, в принципе, шансы сторон примерно равны. Тем не менее, для партии против Уэслисо Ливон Аронян избрал другое продолжение. Он сыграл 2-0. И после Е4 Д6. Ход Д6, мало того, что он совершенно логичен, препятствует продвижению Е4 и Е5. У него есть еще и другая хитрая идея. Дело в том, что во многих построениях, которые связаны с ранним ходом Ф2, Ф3 за белых, в частности, в системе Земеша от Немцовича, что мы видим на доске, и также в стороне дейки, оптимальным полем для развития королевского коня белых является поле Ф2. Ну, понятное дело, что конь ходит, как известно, буквой Г. Попасть на поле Ф2 конь сразу не может. То есть обычно он идет туда через поле А3. И вот ход Д6 как раз-таки препятствует развитию коня на А3, потому что, ну, совершенно очевидно, что последует ЕД. Ну, и после ЦД, когда возьмут на А3, разрушат первичную структуру белых, получат явный перерез. Поэтому в ответ на Д6 белым здесь нужно развиваться более сдержанным образом. То есть, так или иначе, коня обводить с Ж1 на Е2. Ну, вот еще один из таких интересных стратегических нюансов заключается в том, что в очень многих позициях расположение коней в связке, то есть, вот, например, конь С3 и конь Е2, то есть, когда получается, что один конь защищает другого, но на самом деле не очень удачное. Ну, потому что в идеале кони должны друг друга дополнять, а не замещать. Тем не менее, здесь у белых нет других возможностей развить королевского коня, и он в любом случае пойдет на Е2. В связи с этим я могу порекомендовать в ответ на ход 2-0. Здесь белым очень редкое продолжение коня H3. Оно по-хорошему не дает белым перевеса, но вот в реальной партии, особенно против неподготовленного соперника, может поставить достаточно серьезные проблемы. Дело в том, что если сейчас сыграть D6, то как раз-таки белый конь успевает проскочить на F2, и на мой взгляд, у белого здесь заметный перевес, потому что они сыграют Е4 и слон Д3, ну и повторюсь, что клетка F2 для белого коня здесь просто идеальная. Поэтому, скорее всего, на конь H3 черные должны незамедлительно подрывать белый центр путем B5. Но вот после Е4, БЦ, слон С4, ЕД, слон Д5, получается довольно-таки длинный форсированный вариант. И здесь, на самом деле, то есть учебная не такая простая, потому что белые владеют пунктом Д5, и если им удастся опять-таки комфортно завершить развитие, у них будет перевес. Даже несмотря на то, что у черных пока преимущество двух слонов. Поэтому единственным ходом, который здесь поддерживает равноправие, является ход слона 6. Сделать такой ход без знаний, без подготовки довольно сложно. Дело в том, что понятное дело, что это жертва ладьи, и после Ф8, конечно, белым играть не стоит. А преображение здесь не совсем очевидное. То есть, конечно, его можно найти за доской, но вот обычно в ответ на Ф8 черные сразу начинают вылавливать ферзя, например, путем конь C6, или Ф6, потом конь C6. Здесь конь C6 не имеет никакого смысла, по той причине, что белые просто разменяют ферзей. На Фb6 белые могут просто отвести ферзя на Д5, опять-таки, у черных не будет ни малейшей компенсации. Ключевой здесь ход ферзь h4, шах. То есть, стандартная идея, но в такой необычной обработке. Очевидно, что белым шахом на логичный ход куньев 2 подставляет конь C6, и вот здесь черные как раз-таки ловят белого ферзя, на этом неприятности для белых не заканчиваются. Потому что после ферзи f8, король f8, в принципе, на доске материальное равенство, но следующим ходом черный конь пойдет на d4, после этого он пойдет на c2, и белые просто не в состоянии здесь удержать собственного короля. Объективно их позиция практически безнадежная. Поэтому после ферзи f4, возможно, нужно играть g3, но туда после ферзи f3 у черных совершенно подавляющая компенсация за пожертвованное качество. То есть, после слона f6 белые могут сыграть по-другому. Например, один из ходов, который здесь заслуживает внимания, это слон g5. Черные сохраняют достаточную для равенства контур-игру, но вариант достаточно интересный. Так или иначе, повторюсь, что Уэсли сыграл e4, стандартный ход, d6. После d6 очередной интересный момент. Дело в том, что партия была сыграна конь e2, и конь e2 это действительно наиболее распространенное теоретическое продолжение, но интересно задаться вопросом, почему же не играет слон d3 более часто. Потому что в идеале белым хотелось бы сначала развить слона d3, только потом, когда слон уже вышел за эту коневую калитку, скажем так, только потом сыграть конь e2. Добиваясь более гармоничного развития. Ход слон d3 встречался на практике очень редко, и на самом деле стандартным возражением зачеркнут здесь является ход b5, и считается, что он равнивает. На самом деле я в этом не убежден, мне кажется, что после конь e2 у белых есть довольно неплохие шансы на минимальный дебютный перерез. Поэтому на слон d3 могу порекомендовать такое усиление, а именно слон bc3 шаг незамедлительно. Все это встречалось на практике, но в партиях не очень сильных шахматистов. На мой взгляд, это совсем обоснованный ход слон c3, скорее всего, сильнейший в позиции после седьмого хода слон d3. Идея в том, что черный сразу избавляется от своей проблемной фигуры и начинает стандартную для Немцовича игру против слон пешки c4. И вот расположение белого слон d3 здесь очень серьезно черным помогает, потому что конь с e5 он будет не только атаковать пешку c4, а еще и атаковать слон d3. Ну, здесь после конь e2, конь e5, 2 0 и конь fd7, кстати, довольно важный ход. Получается, что стандартная ситуация, белые очень хотели бы развивать инициативу на королевском фланге, но это будет не так просто, потому что ну, им нужно каким-то образом накатывать пешки. Вот важно, что все черные легкие фигуры, они ушли из-под возможных нападений белых пешек. То есть пешка не может попасть на g5, слон не может попасть на g5 и связать черного коня. Ну, а черный готовы здесь налаживать собственную контрагру путем конь d3 или сначала b6 на на6 и потом конь d3 и конь e5. Скорее всего, черный здесь полноправная игра, и белым нужно соблюдать некоторую точность, чтобы не попасть в полосу затруднений. Тем не менее, это интересно. Потому что стандартная теоретическая рекомендация после слона d3 на мой взгляд недостаточно для уравнения. В партии последовала конь e2 и еще один интересный момент, то есть мы видим, что в принципе сделано только 7 ходов, и уже столько событий за это время произошло. После конь e2 Ливон избрал очень редкий ход a6, я не исключаю, что на момент партии, на тот момент, когда была сыграна эта партия, ход a6 был новинкой. И чтобы понять, в чем смысл вообще идеи этой новинки, здесь нужно посмотреть две возможные альтернативы из-за черных. Первое из них, это довольно логичное действие, ed, cd и b5. Получается, структура, характерная для защиты модерн-бинони, с одной довольно значительной разницей, что слон расположен не на g7, а на b4. В принципе, у этого есть свои плюсы и минусы, но скорее всего, в большинстве случаев плюсы для черных должны перевешивать, но вот как раз таки эта позиция на исключение. Черные были бы рады сыграть в какой-то момент a6, c4, слон c5, после чего слон на диагонали a7, g1 будет расположен прекрасно. Проблема в том, что вот сейчас белые могут сыграть конь g3, и на c4 последует крайне неприятный ход a4, но также он последует и в ответ на a6. После a4 оказывается, что черные никак не могут удержать, без серьезных последствий для своей позиции, никак не могут удержать пункт b5. Потому что на c4 все равно последует a, b, и ответ на взятие на b5 невозможно. Здесь у белых очень серьезный перевес, также стоит отметить, что белый конь на g3 расположен очень удачно. Более серьезным возражением зачеркнут, чем ход ed, является, прошу прощения, конечно, в позиции до хода a6, после конь e2, является немедленная b5. Именно так чаще всего играли на практике до партии у Весли и Ливона. Воды b5 есть свои недостатки, которые, конечно, без определенного анализа понять не так легко. Я считаю, что на b5 самое сильное возражение за белых это dE. Достаточно противоестественно, вроде бы белые потратили столько темпов на то, чтобы соорудить мощный певочный центр, и сейчас они его своими же руками разрушают. Дело в том, что ход dE он связан с конкретной идеей. Дело в том, что стандартное для подобных позиций ответное взятие на E6, оно в данной редакции, взятие на E6 слонов в данной редакции не очень сильно, по той причине, что белые могут все-таки взять эту пешку, и скорее всего здесь черно нужно искать компенсацию после A6, и безусловно компенсация будет, но нефакчно полностью достаточно для равенства. Если же пытаться сразу взорвать центр путем d5, белые просто забирают на d5, и на конь без d5 очень важный ход король f2. И здесь оказывается, что у черных нет какой-либо возможности быстро нарастить свою инициативу, а лишняя пешка у белых сохраняется. К тому же у черных не самая жизнеспособная пешечная структура на ферзовом флонге. То есть вероятнее всего в ответ на dE нужно играть fe, и большой проблем здесь у черных быть не должно. Позиция после конь f4 a6 она обещает черным определенную контрагру, но вот например движок все-таки отдает некоторое предпочтение белым. Ну еще одна идея, которая могла не нравиться Ливону в ответ на немедленное b5 это ход конь f4. Теперь bc с4 приводит к явному перевесу белых. То есть вроде бы логичное действие это e5, но тогда после конь e2 да черные прошу прощения белые потеряли два темпа, но черные все-таки закрыли центр. В принципе им не хотелось бы этого делать, то есть это явная стратегическая уступка. Да, черные могут выиграть пешку на c4, но после конь g3 у белых довольно достойная компенсация, в частности не совсем понятно, что черный слон забыл на поле b4. ход h6 очень интересен и понятное дело, что встретится на практике еще не раз. К тому же он сразу же вынудил неточность со стороны американского шахматиста. Если белый играет конь g3 по аналогии с некоторыми вариантами, которые мы рассматривали на предыдущем ходу, то здесь выясняется, что по децибелу есть определенные недостатки. В частности, черные еще не взяли на d5, и поэтому они могут не возвращаться к варианту e, d, c, d b5, который, как мы уже убедились, после a4 приводит к неблагоприятным последствиям. Они могут сыграть b5 сразу. На самом деле разница довольно велика, по той причине, что, ну, здесь ход a4 не имеет никакого смысла, ввиду простого взятия на c4, потом черные возьмут на d5, или, может быть, они даже могут взять на... Ну, да, после c4 они либо могут взять на d5 сразу, либо, возможно, взять на c3. В общем, в любом случае у черных будет очень достойная контр-игра. Ход a4 здесь явно не сильнейший. но если сыграть de, то вот тут совсем другая ситуация, потому что мы видим, что белый конь, он уже расположен на g3, а это означает, что он никак не может выпрыгнуть на поле f4. то здесь черные могут спокойно без последствий для своей позиции брать слоном на e6 и после cb короваться в центре путем d5. И вот мы видим, что колоссальная разница. Белый конь не выходит на поле f4, он не может надавить на поле d5, не может надавить на слона. И здесь у черных на самом деле более чем достаточная компенсация. Белым нужно сделать много точных ходов, чтобы нейтрализовать инициативу соперника. То есть вероятнее всего после конь g3 b5 самым сильным ответом за белых является ход слона f4, который рекомендуется компьютером. Тем не менее здесь белые вряд ли могут рассчитывать на перевязку, может сам по себе ход слона f4 все-таки выглядит достаточно неестественно в структурах той же защиты бенони слон на f4 при пешке на f3 обычно расположен крайне неудачно. То есть понятное дело, что скорее всего Wesley этот вариант просто-напросто не рассматривал. Если же после хода a6 белый развивает коня не на g3 а на f4 здесь есть другие проблемы. В частности после ed cd опять-таки b5 a4 не очень выгодно но они могут сырать конь d7 и опять-таки структура характерная для защиты модерн бенони да со слоном на b4 которые не совсем понятно что там делают но повторюсь что слон может в ближайшем будущем выйти на боевую диагональ a7 g1 либо путем c4 слон c5 либо путем b5 слон a5 и слон b6 а вот белый конь на f4 он явно расположен не там где нужно и белые с большой большой радостью переставили бы коня на g3 но напоминаю что если бы белые сыграли вместо коня f4 и конь g3 тогда черные могли бы провести b5 без предварительного размена то есть мы видим что у каждого из этих ходов есть свои недостатки тем не менее скорее всего и конь g3 и конь f4 сильнее того что если избрал пар в партии потому что в партии белые сыграли a4 и это решение по-человечески понять очень легко черные предыдущим ходом сыграли a6 обозначили свое намерение сыграть b5 позиция структура очень серьезно напоминает модерн бенони а в модерн бенони это практически закон закон защиты модерн бенони когда черные сыграли a6 и хотят провести b5 всегда нужно отвечать a4 и препятствовать этой экспансии на ферзерном фланге поэтому я не думаю что вестер здесь серьезно колебался прежде чем сделать ход a4 на самом деле положение слона b4 оно придает своеобразие этой позиции и добавляет очень много стратегических нюансов скорее всего лимон рассматривал дома при подготовке ход a4 я так думаю что следующий ход он сделал быстро и уверенно последовало слон a5 и это очень очень сильный ход вся его сила проявляется здесь в конкретных вариантах которых мы сейчас поговорим дело в том что ходом a4 белые дали понять что черным будет довольно сложно провести b5 поэтому для поиска контр-р черным нужно искать какие-то ресурсы на другом фланге на хорлевском фланге самая логичная идея это сыграть ed cd и конь h5 действительно не совсем понятно как здесь белым развиваться потому что конь на g3 не выходит из-за ферзи h4 g3 играть не хочется но в любом случае об этом мы еще поговорим на следующих ходах потому что в партии получилась очень похожая позиция если же сыграть g4 то кажется что черные могут все равно объявить шаг на h4 и у белых серьезные проблемы потому что они вынуждены лишиться рокировки на самом деле эта позиция далеко не так проста и как раз таки вот этот вариант основная причина основной смысл включения хода слона 5 дело в том что здесь после ферзи h4 черные то есть белые могут просто убрать короля на d2 и да белый король лишился арахировки в данную секунду он расположен довольно плохо но конь h5 под боем его придется возвращать на f6 теперь белые могут например сыграть ферзи 1 и на самом деле стратегически у белых очень серьезный перерез по той простой причине что очень много у белых очень большое количество пространства захвачено и какой-то активной фигурной контрагры черных здесь недостаточно для того чтобы полностью компенсировать этот недостаток в пространстве белые постепенно завершат свое развитие и черные начнут задыхаться спросите вы спросите зачем же было сыграно слона 5 на самом деле ход повторюсь очень хитрый дело в том что если белые сейчас играют как-то делают какой-то нейтральный ход например конь g3 скорее всего именно конь g3 если объективно стоило сыграть тогда черные отвечают b5 и вот уже сама по себе это крайне нестандартная идея казалось бы белые навсегда вас препятствовали ходу b7 b5 своим предыдущим ходом но вот если бы слон снял на g7 это было бы именно так но пристанем на a5 ситуация совсем другая и теперь ну если последует ab то после ab оказывается что белые не могут второй раз брать пешку на b5 по той причине что следует слон c3 и вот мы видим что ладьяна a1 не защищена черные выигрывают если же сразу взять cb когда центр белых крошится после ed ну и здесь после ed ладья 8 шаг или слон b7 у белых очень плохая позиция поэтому наказать черных за проведение b7 b5 белые никак не могут они вероятнее всего опять таки должны делать этот компьютерный ход слон f4 ну и здесь у черных широкий выбор достойных возможностей можно сыграть b4 можно сыграть ферзь b6 может быть самая стандартная человеческая реакция это ed cd и c4 ну и вот заметная разница с теми вариантами которые мы уже рассматривали заключается в том что включены ходы слона f4 и слона f5 это означает что белые не успевают никак не могут надавить на пешку b и у черных здесь достойная достойная контр-игра поэтому после слона f5 белые сделали человеческий самый естественный ход слона d2 препятствуя ресурсу b7 b5 казалось бы совсем понятно чего черные добились то есть все что изменилось в их позиции слон с активной клетки b4 передвинулся ну в принципе на тоже активную но клетку которая выглядит ничем не лучше а именно поле a5 белые же за это время развили слона с поля c1 на поле d2 и теперь разорвали скажем так связку поля а5 e1 то есть на первый взгляд включение этих двух ходов выглядит явно в пользу белых но в позиции есть более тонкие нюансы которые конечно Ливон подметил последовало ed белые обязаны брать cd это единственное взятие которое заслуживает хоть какого-то внимания ну и вот конь h5 теперь выясняется идея армянского шахматиста мы уже убедились в скажем так в привлечениях к предыдущему ходу что белым очень хотелось бы встретить это путем g4 но здесь g4 просто проигрывать потому что после ферзи h4 у белого короля нет поля d2 поле d2 было занято белым слоном поэтому белым пришлось сделать ход g3 который конечно ну делать явно обидно потому что в черных появляется очень много возможностей для контр-игры конь может быстро прискакать на поле e5 я имею ввиду коня с b8 ну и второй ресурс про который не стоит забывать это f7 f5 то есть белым очень хотелось бы сыграть g4 но к сожалению это невозможно ну вот еще один тонкий момент я не знаю то ли ли он здесь уже был скажем так в свободном плавании то ли даже эта позиция стояла у него дома и он предвидел здесь скажем так дальнейшее течение борьбы дело в том что черные могли сразу сыграть b5 и опять таки стратегические продвижения b7 b5 для черных явно очень выгодно брать на b5 дважды явно белым не стоит по той причине что следует слон d2 и приходится брать королем потому что на ферзь d2 следует ладья 1 ну и после короля d2 у черных там явно очень сильная атака проблема с ходом a b в том что белые могут продемонстрировать вот такой вот очень интересный ресурс а именно конь e2 c1 белый конь идет на b3 также белые при случае готовы взять на b5 то есть уже сейчас грозит слон b5 и вот эти надвинутые пешки cb5 они попадают в некоторой степени под удар человеческой реакцией в этой позиции был бы ход c4 но как раз таки положение белого коня на c1 позволяет им здесь нанести довольно мощный мощный удар казалось бы на том участке доски на котором черные сильнее именно b2 b4 видим что в очередной раз черных подводят незащищенное положение ладьи на a8 они обязаны брать на проходе здесь после конь b3 у белых явный перевес потому что ферзер фланг черных крошится поэтому c4 играть не стоит и конечно эта позиция на мой взгляд абсолютно уникальна потому что ну тот ресурс который здесь демонстрирует компьютер я такого практически никогда не видел и конечно если бы какой-то шахматист сыграл бы так в своей собственной партии даже с классическим контролем были бы серьезные основания подозревать его в читерстве самому интересу вы можете поставить видео на паузу попробовать найти за черных здесь сильнейшее продолжение поверьте мне это очень непросто и сильнейший ход за черных здесь это ладья а6 то есть мало того что на перезад вообще не совсем понятно чего черные добились этим ходом они еще и подставили свою ладью под рентген белого слона с f1 к тому же кажется что белые могут просто сыграть слон бит б5 и выиграть пешку как раз таки ход слон бит б5 отмести довольно легко потому что следует слон c3 ну и вот важный нюанс теперь ладья на 6 защищена то есть да белые могут ее взять но они не могут взять ее ладью поэтому ну после условного слона a6 следует слон бит d2 потом слон бит a6 и черные остаются с материальным и позиционным перевесом то есть хода слон бит b5 нет но если если слон бит b5 сыграна не будет тогда черные сами угрожают взять на c3 опять таки выиграть материал то есть вероятнее всего пришлось бы играть конь b3 ну и здесь после слон c3 черные в дальнейшем например на взятие bc они выменяют ладью ну и после ферзи 1 получат позицию с достаточно достойной контр-игрой в более человеческой версии этой же самой идеи был бы ход слон b7 опять таки защищая ладью на a8 на слон b5 последний слон bc3 с выигрышем материала но ход слон b7 заметно слабее потому что в аналогичном варианте кунь b3 слон c3 bc где a1 ферзи 1 мы видим что слон на b7 расположен довольно пассивно и в частности у черных нет сильной идеи f7 f5 в аналогичном положении слон на c8 черные могли бы сразу рассмотреть ход f7 f5 белый король испытал бы довольно серьезные неудобства так или иначе это была довольно заманчивая возможность и можно предположить что скорее всего армянский шахматист здесь уже играл сам потому что если бы он эту позицию анализировал с компьютером то конечно от возможности сыграть ход ладья a8 a6 в собственной парте он вряд ли удержался бы тем не менее ход который сделан агонян тоже очень сильный скорее всего объективно не слабее и он выглядит намного более человеческим а именно ход конь d7 белые должны как-то завершать развитие последовало слон g2 черные провели b5 только теперь в таком порядке ходов идея с ab ab конь c1 полностью нейтрализована все черные здесь много хороших ходов пожалуй самое простое это просто слона 6 на b5 теперь защищено никакой связки по вертикали а нет ну и слон на 6 очень активен черный сыграет в ближайшем будущем b4 белый король не рокирует в общем вывод такой что белый здесь очень серьезные проблемы вообще не исключает что позиция просто проиграна уже поэтому ab у вас ли конечно не рассматривал он сыграл в партии g4 это по-человечески решение вполне объяснимо но пожалуй все-таки стоило рахировать стоило завершить развитие и после b4 кунь b1 слон b6 получается позиция за которую многие шахматисты многие знатоки защиты модерн бенони наверняка пошли бы на ряд нехороших поступков но львов получается что получил бы такую позицию практически задаром тем не менее за белых она не безнадежна белые здесь вполне могут сопротивляться да черные уже надвинули ферзер фланг у них очень достойная контрагра но объективно повода для паники за белых еще нет партии же последовало уже 4 вот еще один интересный момент который движок поначалу здесь не одобряет тот ход который избрал левон аронян тем не менее как практическое решение мне кажется это явно сильнейший ход дело в том что черные смогли сразу срабатывать 4 шах после чего если белые ответили бы король f1 то после b4 кунь b1 кунь e5 в итоге этот вариант свелся бы к тому что в итоге у нас получилось в партии у белых здесь была дополнительная возможность доход кунь g3 выглядит как откровенное безумие то есть зачем отдавать пешку да еще и с шахом на самом деле после ажи g3 король f1 совершенно не очевидно что исчезновение пешки аж здесь на руку черным у белых вскрылась вертикаль аж к тому же конь c3 быстро попадает на поле e2 в дальнейшем возможно на поле g3 даже на поле f5 то есть вот примерный вариант b4 конь e2 аферзь e5 и b3 препятствия ходу c5 c4 ну вот я нарисовал много стрелочек белые готовые сначала прогнать черный ферзь с поля e5 потом сыграть кунь g3 может быть ферзь e1 ферзь f4 может быть кунь f5 может быть g5 в какой-то позиции в общем по-человечески это все выглядит как довольно серьезная инициатива белых на королевском фланге к тому же обратите внимание что слон на 5 в данную секунду вне игры даже если объективно здесь некоторый перевес учетно сохраняется эту позицию было бы проще играть белыми поэтому или он избрал ход b4 который в парте опять-таки свелся к варианту кунь b1 ферзь h4 но здесь у белых была дополнительная возможность которую если стоило пожалуй предпочесть это ход gh и после ферзь h4 просто конь g3 черный отыгрывает фигуру после конь e5 2 0 слон d7 на первый взгляд кажется что позиция белых в руинах черные готовы захватить открытую вертикаль b у белых слабости на ферзь фланге в частности поля c4 пешка c3 также у них слабости на королевском фланге пешка f3 поля h3 g3 и у белых на самом деле нет никакой инициативы на королевском фланге которая была бы стандартна для этой структуры то есть в принципе вся эта ситуация выглядит совершенно беспросветно но здесь у белых есть важный ресурс h6 который ставит довольно неприятный выбор перед черными здесь можно сыграть gh пожалуй более человеческим решением было бы g6 да все плюсы позиции черных сохраняются но с другой стороны у белых все-таки лишняя пешка и эта пешка задвинута аж до поля h6 при случае она может создать некоторые тактические мотивы связанные с неоптимальным расположением черного короля понятное дело что у черных здесь заметный позиционный перерез но все-таки эта позиция для американца была бы предпочтительной той которую он получил в партии потому что в партии последовало кунь b1 опять-таки решение вполне объяснимое со здесь прикинул вариант f4 король f1 скорее всего он просто недооценил или не заметил идею черных которая связана с жертвой фигуры то есть если сейчас сыграть кунь hf6 то как ни странно заметный перерез будет уже у белых после очень сильного маневра слунь e1 например f6 и d2 то есть мы видим что во-первых черный ферзь вне игры нет никакой инициативы и что значительно более важно белый конь попадает на c4 где он во-первых будет тревожить черного слона на поле a5 к тому же поле c4 мы все знаем что поле c4 в структурах модерн-бенония оно оптимальное для белого скакуна но если сыграть кунь e5 то у белых есть очень сильный ресурс h3 после которого пешка но g4 будет подкреплена белый сыграет f4 потом поставит х4 и получит стратегически выигранную позицию то есть на самом деле ливан уже в некоторой степени сжег мосты он не не может себе позволить отводить коня с h5 должен жертвовать фигуру и эта жертва последовала было сыграно конь e5 очень сильный ход я думаю что уже в этот момент у вас осознал что скорее всего живым с поля боя ему в этот день не уйти сначала рассмотрим что происходит после стандартного логичного возражения белых gh черные пожертвовали фигуру казалось бы стоит ее взять ну и f5 думаю что вот f5 было угадать не очень сложно и у белых на самом деле чистая личная фигура черные пока в данную секунду даже не создали каких-то угроз но на самом деле полиция белых уже совершенно незащитима что даже более странно после слона e1 fh5 g3 так белым удается сделать несколько ходов подряд с темпами помимо этого после fh6 они еще могут уменьшить количество материала на доске konf5 ff5 опять-таки у черных даже нет какой-либо конкретной угрозы то есть konf3 это не серьезно белые просто возьмет на f3 дважды сыграет король g2 останутся с лишней фигурой веншпеле тем не менее эта позиция просто проиграна по той причине что следующим ходом черные подводят льду на e8 потом играют c4 ну и скорее всего слон b6 c3 и просто ну хотите верьте хотите нет у белых здесь нет никаких возможностей продолжить сопротивление то есть эта позиция разваливается буквально в несколько ходов и даже компьютер здесь крайне пессимистичен за белых Уэсли это все осознал военной партии сделал более упорный ход слон e1 вместо gh если честно когда я смотрел эту партию я не совсем понимал почему здесь Ливон убрал своего ферзя на f6 дело в том что более логично выглядит ход ферзь e7 здесь опять-таки после gh f5 да это наверное более удачная редакция для белых но все равно атака черных выглядит очень сильно на самом деле после ферзи f7 белые могут полностью проигнорировать этого коня на h5 сыграть конь d2 и вот как ни странно черных здесь нет ничего лучше чем убрать коня на f6 после чего по меньшему мере у белых не хуже дело в том что здесь f5 не имеет никакого смысла белые просто возьмут эту пешку то есть f7 был обозначительно слабее а лимон сыграл ферзи f6 и это правильный ход да немножко обидно препятствовать активизации собственной ладьи но с другой стороны конкретная идея заключается в том что черные просто напали на f3 что даже более важно не напали на g4 используя связку то есть теперь если сыграть конь d2 то черные просто бьют на g4 получают легко выигранную позицию поэтому со пришлось здесь принять вызов взять коня последовало конь f3 грозит смертельный вскрытый шаг слабит f3 ход очевидно не рассматривается по причине ферзи f3 король g1 слабит h3 с матом поэтому слабит 2 ответ вытужден и вот в этот момент лимон начал принимать те решения которые на мой взгляд даже сильнее компьютер то есть движок либо не соглашается с этими решениями то есть не выводит их на первую линию либо выводит на первую линию только через очень большой длительный промежуток времени тем не менее эти ходы скорее всего сильнее чем то что рекомендует компьютер причем сильнее не только в практическом плане как ходы которые ставят серьезные проблемы но сильнее объективно то есть в следующий отрезок партии армянский шахматист провел просто на подниместном уровне на мой взгляд ну единственное пример демонстрации такой вот схожего схожей инициативы черных я могу припомнить только в 16 партии матча на первенство мира Карпов Каспара 85-го года здесь движок утверждает что сильнейшим ходом за черных является ферзь b2 после фтф3 ферзя 1 оценивает эту позицию как примерно одна пешка в пользу черных и скорее всего от этой оценки верна действительно у черных здесь перевес у белых тем не менее есть ресурсы для сопротивления у них две фигуры за ладью пешки b4 c5 пока никуда не проходят вы видите что я обозначил те поляны которых можно будет заблокировать но к тому же если белым удастся консолидироваться то у черных могут возникнуть некоторые проблемы с королем потому что как вы можете видеть его никто не защищает то есть все фигуры которые по идее должны находиться возле черного короля они были разменены то есть эта позиция совершенно непроста для разыгрывания я не убежден что она за черных выиграна то есть перевес безусловно есть но вот выигрыш далеко не гарантирован либо он сыграл значительно сильнее на самом деле он сыграл слон g4 поддерживая инициативу то есть черные могли получить позицию с материальным перевесом вместо этого они играют позицию в которой у них не хватает материала но настолько сильная инициатива что практически нет возможности защищаться причина по которой компьютер не выводит ход слон g4 на первую линию это ответ конь d2 сразу оговорюсь что американец так не сыграл тем не менее в ответ на конь d2 черно мог сыграть конь d4 скорее всего именно по этой причине со не сыграл конь d2 то есть кажется что ход конь d4 завершает борьбу мы видим что взять коня нельзя потому что ну во первых конь d2 связан с ферзем а слон d2 связан с королем по одумевому здесь есть важный тактически ресурс e5 после чего черным приходится бросить одну из связок то есть d2 играть нельзя за конь d4 приходится брать ферзем теперь у белых хотя бы есть возможность взять на данное d4 слоном после cd или конь f3 по крайней мере белые не теряют материал но после ферзем f5 конь f4 вот только здесь компьютер начинает прозревать после ферзем f6 ферзем d4 если дать движку подумать то он покажет оценку практически минус 2 правда после не самого очевидного продолжения сильнейшим ресурсом здесь сильнейшим продолжением за черных является ход слона f5 который сам по себе выглядит довольно загадочно но после короля f2 еще один загадочный ход b3 то есть ни тот ни другой ход ничем не угрожает белые вроде бы готовы завершить развитие черные не хотят сыграть слон b6 на самом деле идея хода b3 в первую очередь в том чтобы белый ладьян не попала на поле e1 в дальнейшем как не странно черные просто хотят поставить слона на поле c2 опять-таки не совсем понятно в чем смысл но смысл заключается в том что когда все эти приготовления будут завершены черные сыграют ладья a8 точнее ладья f8 на e8 ладья a8 пойдет на c8 и в какой-то момент черные просто заведут ладью на e4 и белым катастрофически не хватает здесь пешек на королевском фланге то есть проблема даже не в том что некому защищать короля проблема в том что если у белого 3 у них появились бы стабильные поля для коней теперь же получается что ни тут ни другой коней не могут удержаться в особенности это касается коня f4 то есть коня просто собьются f4 и вот хотите верить хотите нет эта позиция разбила в проиграно хотя конечно при всем уважении к левону и эту парту он справил совершенно блестяще но сыграть здесь слон f5 и b3 мне кажется для человека просто невозможно скорее всего левон сбрал бы что-то вроде ладья f на e8 сохраняя очень заметный перерез но все-таки здесь белые все еще могут сопротивляться то есть может быть это был лучший шанс в партии после слон g4 уважения ферзи 1 вполне логичное действие уважения ферзи из подсвязки теперь после коня d4 можно взять конем на d4 cd и вот опять по человеческому совершенно неочередный момент черные разменяли своего активного коня они разрушили собственную структуру и в принципе вот в данную секунду позиция черных выглядит достаточно уродливо то есть слон g5 не активен он упирается в пешку b черные разрушили собственную пешечную структуру и у них не так много атакующих фигур в данную секунду если мы присмотримся к этой позиции то окажется что она совершенно просто намертво проиграна за белых и сделать ничего нельзя в первую очередь по той причине что черные все следующие ходы сделают с темпами то есть они сыграют для ц8 нападая на ферзя они сыграют d3 угрожая ходом сну е2 шах когда белые защитятся от той и от другой угрозы они сыграют сну на белого хороля используя всевозможные связки совершенно неожиданно сделать ничего нельзя Уэсли избрал лучший согласно компьютеру ход е5 и вот здесь опять таки на первый прах движок рекомендует ход ферзи в 5 который безусловно выигрывает выигрывает достаточно красиво после конь d2 ладья на c8 оказывается что белого ферзя нет полей после ферзя 1 b3 черный включается на нас поле a5 и невооруженным взглядом видно что позиция белого здесь проиграна тем не менее опять таки ливон сыграл еще более сильно и компьютер этого сразу не понимает прозревает только спустя довольно большое количество минут ливон просто взял пешку казалось бы предоставил своему сопернику поле е4 после конь d2 ладья на c8 ферзь b1 опять таки по человечески кажется что белые установили блокады по белым полям последовал мощнейший удар b3 и казалось что белого коня просто отвлекают от поля е4 если бы я играл эту позицию за белых мне все равно было бы крайне тяжело воздержаться от хода конь d2 е4 на самом деле после ферзи f4 можно смело сдаться потому что ладья идет на c2 пешка идет на f5 белый конь на е4 не удерживается просто нет просто нет ходов особенно здесь конечно поражает расположение белого ферзя ему тоже совершенно некуда двинуться то есть поля c1 d1 e1 c2 и a2 они просто отняты ну а ферзь d3 проигрывает по причине ладья c1 и белый получает мат слон f2 связан слон g2 не имеет ходов конь не может покинуть поле е4 потому что это лучшая клетка на доске но стоит столько ходов королем тогда поставил ладья c2 f5 и белый просто получит мат поэтому Уэстли в ответ на b3 сыграл комбиот b3 слон b6 a5 и еще одно очень точное решение я нисколько не сомневаюсь что здесь Ливон видел ход который движок поначалу выводит на первую линию это ход ладья c2 тактика подобного уровня для арбатского шахматиста совершенно семечки к тому же на этом турнире Ливон находился в прекрасной форме ну здесь после ферзь c2 d3 черный выигрывает ферзя и компьютер оценивает эту позицию как плюс 4 тем не менее после ab dc здесь например kg1 или h3 роняну пришлось бы еще продемонстрировать некоторую техническую работу пешка c2 пока никуда не идет к тому же если мы посчитаем материал то вообще-то у белых ладья и две легкие фигуры за ферзя то есть совершенно не очевидно что черный здесь выигрывает на самом деле это все-таки это именно так отчасти это связано с тем что например после h3 у черных есть очень сильный ресурс e4 с идеей на hg e3 тем не менее ход слона 7 он на самом деле просто сильнее компьютер это понимает не сразу то есть после слона 7 он показывает оценку примерно минус полтора но если оставить его подумать то оценка будет расти и расти ну через какое-то время она станет больше чем ну станет скажем так числовое значение этой оценки будет более выгодно для черных чем то что мы имеем после ладья c2 то есть идея у нас слона 7 простая черный сохраняет все свои угрозы готовы сыграть d3 просто поставить мат кроль g1 видимо единственный ход теперь d3 невозможно по той причине что слон не связан ну последовало слон f5 и оказалось что у белых опять-таки нет ходов хотелось бы сыграть слон e4 именно так Уэсли поступил в партии если же пойти ферзь e1 то черный слон играет e4 и эта позиция даже выглядит так что в ней нужно сдаться если взять на e4 то после ладья f3 8 черный выигрывает огромное количество материала и в скором ближайшем будущем матуют если на e4 не брать то черный просто играет e3 потом d3 поэтому Уэсли сбрасл он e4 здесь после ферзь g5 король f1 еще один очень точный ход ферзь g4 и шахматист филиппинского происхождения здесь сдался видимо не желая получать мат тем не менее немного жаль что он не позволил своему сопернику здесь продемонстрировать очень красивую идею ну начнем с того что слон f5 просто проигрывает по поищению d3 ну и на ферзь e1 следует отец e2 и белый просто получает мат значительно более веселые события происходят после конь d2 на самом деле выглядит как неплохой шанс потому что теперь на слоне e4 последует конь e4 а на ферзь d2 последует слон f5 но да здесь черные в принципе достаточно элементарно побеждают после d3 ферзь e1 и слон e4 ну или здесь ладья c2 в общем большое количество выигрывающих возможностей но я все-таки надеюсь уверен что левон здесь собирался сыграть отец e2 и это конечно увенчало бы данный шедевр то есть не каждый день увидишь что ладья становится под два боя идея в том что ну на ферзь e2 следует просто d3 черт выигрывает колоссальное количество материала с слон d2 d3 вообще приводит к мату несколько ходов наиболее упорно если про эту позицию вообще можно сказать что здесь что-то наиболее упорно это слон f5 ну и здесь d3 ферзь e1 ладья d2 и белый несут колоссальные материальные потери ну веста не пожелал увидеть все это на доске и сдался уже после ферзи в 4 совершенно гениальная партия на мой взгляд со стороны левона рана партия серьезно недооценена повторюсь и на мой взгляд эта партия входит в десятку лучших партий что были сыграны за всю историю шахмат ну вы можете согласиться или не согласиться с этим мнением так или иначе всем спасибо за внимание с вами был Никита Петров